Сегодня я хотел рассказать о такой странной, пока мною не очень определимой дисциплине, что-то типа называется не алгоритмическая философия. То есть многие мои искания по поводу какого-то нового начала философии, если так можно сказать, они вот приводят к вот такого рода интересному наблюдению, что на самом деле философия с незапамятных времен, ну это была общая тенденция не только для философии, она также верна и для науки, она пыталась процесс познания алгоритмизировать, то есть она пыталась понять на самом деле, каким образом, благодаря каким схемам работает, собственно, познавание. Мы как бы не будем углубляться в древнюю философию, вот достаточно взять философию Канта, для примера, чтобы понять, на самом деле, что фактически Кант пытается показать, каким образом работает наша познавательная способность, каким образом она участвует, участвуя в процессе формообразования того, что мы наблюдаем, формообразования мира, она как бы со своей стороны нечто добавляет в этот мир, и получается, что созерцание, то, что мы видим в созерцании, есть на самом деле нечто синтетическое, которое представляет собой с одной стороны нечто, что добавлено со стороны мира, со стороны субъектов. И при такой постановке вопроса возникает, если посмотреть, в цитатарной постановке вопроса об изыскании того, что добавляет познающийся своей стороны, тот опыт, который он наблюдает, что в этом опыте, какие элементы этого опыта, аспекты этого опыта представляют собой те формы, которые добавляет в наблюдаемое познающийся. И, собственно, здесь, на самом деле, возникает первая проблема. Дело в том, что вообще такая постановка вопроса, она возможна только в том случае, если мы исходим из некой предварительной гипотетической ситуации. То есть, какая это предварительная гипотетическая ситуация? Когда мир существует как-то сам по себе, а наши познавательные способности существуют сами по себе. То есть, когда мы говорим о неком предположении, что мир существует как бы в себе, или там, у Канта это, Канн говорит о вещах себе, да, вот он как бы сам по себе существует, до того, как познавательные способности вступают в действие для того, чтобы его формообразовать. Вот это вот существование вот этого мира самого по себе, оно гипотетично, и оно добавляется просто неизбежно, а нас мы говорим о том, что мы что-то привносим в то, что созерцаем, да, мы что-то привносим в то, что потом становится нашим опытом, да, со своей стороны, в смысле того, что мы вот активны. Но если брать вопрос, этот вопрос ставить как бы изначально, то изначально ведь мы должны и всегда стоим на ситуации некой феноменологичности. Я сейчас буду говорить о понятии опыта, не в Канте, в смысле, а буду говорить о том, что опытом называется определенного рода позиция, когда мы направлены на мир. У нас есть две позиции. У нас есть позиция непосредственной направленности на мир, да, можно сказать, позиция непосредственного знания. Есть позиция рефлектированная, да, когда мы на самом деле по поводу того, что мы восприняли, да, и что мы знаем, мы просто рефлектируем внутри себя, да, если так можно выразиться, да. То есть мы пытаемся рассуждать о том, как это происходит. Это рефлективная позиция. Так вот, опытом сейчас я буду называть вот эту позицию непосредственного знания, да. Позиция непосредственности – это будет опыт. Или то, что я называл наблюдаемое, или то, что у Канта называется созерцание, да. Ну, у Канта, как бы, в созерцании понятие добавляется, как бы, вторым этапом, да, и получается, что опыт складывается из созерцания и из того, что добавляет понятие, как бы, из… опыт есть в синтетическом созерцании понятия. А я сейчас буду говорить о том, что вот, что на самом деле является более близким к интуитивному пониманию, что такое опыт, это то, что мы производим вот в этой непосредственной позиции. Вот непосредственные позиции – это наш опыт, а рефлектированные позиции – это вот наши рассуждения об опыте, да. Наши рассуждения, наши знания о том, что мы знаем, да. Наша попытка понять, на самом деле, как устроено, собственно, знание. Так вот, позиции непосредственности, когда вот мы… А это позиции, которые у Гусселя, допустим, называются позиции обыденности, да, или у Кадигера называется позиции повседневности, да, вот это та позиция, на самом деле, с которой мы всегда исходим. Вот как бы мы ни рассуждаем, там, какую бы философскую концепцию мы ни строили, мы все равно исходим вот из некой очевидности, вот некой такой позиции повседневности, да. Вот, может быть, допустим, в том, что мы наблюдаем в этой позиции повседневности, да, вот в этой непосредственной позиции, может быть, что-то привнесено в наши познавательные способности. Может быть, нет. Мы этого пока не знаем, мы просто от него отталкиваемся. Вот, нет, есть вот некий опыт, да, он многообразный, сложный, многосложный опыт. И вот это вот все, что есть на самом деле, и то, с чего мы должны исходить. Потому что если мы пытаемся представить, что до этого опыта есть какой-то предварительный, как бы, предварительная позиция, где существует мир сам по себе, опознающий субъект сам по себе существует, то вот это вот предположение, которое Канн, допустим, и вообще трансцендентальный философий ставит в основании вот этой второй позиции, да, позиции непосредственности, она ведь сама должна быть как-то обоснована. Да, ведь предположение о вот этом, в неком предварительном гипотетической ситуации, когда мир и познавательные способности разделены, вот ведь эта гипотеза, она может быть высказана только с позиции повседневности. То есть, наблюдая, находясь в повседневности, то есть, непосредственно участвуя в опыте, мы можем предположить, что, как бы, вот этому опыту предшествовала некая другая позиция, когда мир и познающая активность были разорваны, да, а опыт и то, что мы видим в связи с самим, он представляет собой синтетическое, как бы уже вот нечто, в чем объединились, да, вот в неком сплелись, да, сплелись то, что приходит со стороны мира и то, что приходит со стороны субъектов. Так вот, еще раз говорю, что для того, чтобы трансцендентальную постановку вопроса в философии высказать, да, необходимо вот предполагать постоянно, да, некую предварительную гипотетическую позицию, где мир и субъекты друг друга отделены. Но если думаться на самом деле, такая позиция невозможна, потому что мир сам по себе должен кем-то свидетельствоваться. Все, что существует, существует для некоторого сознания. То есть, все, что существует, существует для некоторого субъекта, она должна свидетельствовать некоторым субъектам. Никакой позиции самой по себе быть не может, просто потому что об этой позиции никто не может засвидетельствовать. Можно было бы высказать, как это обычно делают, и в принципе это корректно, что мир сам по себе свидетельствует абсолютно, то есть Бог. То есть Бог, как существо, которое обладает абсолютным знанием, оно, конечно, знает мир так, как он сам по себе существует, то есть во всей полноте своего существования. Но предположение о Боге, оно на самом деле не спасает философию, особенно не спасает ее, если мы, рассуждая потом о Боге, приходим к тому, что мы, кроме головы понятия, ничего не можем с этим Богом сделать. То есть и сам Камп в конце концов приходит, что в теоретической философии Бог есть просто идеал безрежности. И в лучшем случае этот идеал имеет значение только в практической философии, а в теоретической никакого значения не имеет. Но если это так, то значит предполагать некую позицию, в которой мир существует сам по себе, для некого абсолютного субъекта, предполагать такую позицию, назначает как попадатель некоторого рода не ошибку, а необоснованное утверждение. Изначально, значит, получается, как бы мы должны, и мы должны на этом настаивать. И феноменология, на самом деле, начиная с Декарта, да, Карта, это было своего рода такое ответвление, она на этом настаивает, что вот есть некая первоначальная позиция феноменологичности, где нам развернут опыт. И мы сначала, на самом деле, всегда из нее исходим. И даже если мы пытаемся что-то подложить в качестве ее основания, то тем не менее, мы это обосновать никак не можем, и опять впадаем в эту же феноменологичность. То есть феноменологичность это то, из чего мы всегда исходим. А мы исходим всегда из того, что нам открыто. Нам открыто в этой позиции непосредственно некий опыт, вот он развернут. И вот если мы теперь на этом основании стоим, и это основание уже не является трансцендентальным, да, то вообще-то трансцендентальная постановка вопроса, в принципе, уже не может состояться. Потому что если мы не можем подложить под эту феноменологичность некую предварительную позицию, то тем не менее, мы не можем высказать о том, участвуют ли наши способности в конституировании этого опыта или не участвуют. Это просто бессмысленно. Потому что если мы не можем с другой стороны предположить, что мир сам по себе как-то существует, то какой смысл предполагать на самом деле о том, участвуют ли наши способности в восстановлении этого мира или не участвуют. Это вообще, как самопостановка вопроса, просто бессмысленно. Но нам это дано всегда опыт. Этот опыт, конечно, наш человеческий опыт. Но нам другого просто больше ничего не дано. Это все, что есть. Так вот, если теперь исходить из этого и рассматривать вопрос, связанный с понятиями, то тем не менее мы понимаем прекрасно, что понятия, которые мы оперируем, во-первых, они фигурируют двумя способами. В рефлектированной позиции понятия предстают в своем знаковой символической реальности. Разные понятия соотносятся друг с другом. Мы просто привыкли говорить, что каждое понятие имеет какой-то смысл, они как-то с друг другом соотносятся, и каждое понятие как-то обособлено друг от друга. Но на самом деле, если мы опять же обратимся к опыту, ведь на самом деле все, что существует на нас, существует только в опыте. То мы не можем сказать, что и эти же самые понятия существуют в опыте. То есть у Канта получается так, что одни и те же понятия, которые в рефлектированной позиции рассматриваются как понятия, которые можно обсуждать как понятия, эти же самые понятия участвуют в опыте как некий, как бы можно сказать, аспект или форма самой реальности. На самом деле, здесь надо было бы говорить о том, что в самом опыте есть некого рода только аспекты, да, смысловые аспекты, то есть мир не бессмысленный, да, мир не является только, как у каждого получается, только некого рода многообразием чувствуемого, да, а мир представляет собой, он также имеет некого рода смысл. Этот смысл в опыте, который во всей своей феноменологической нам предстает, он просто являет, да, вот мы видим в отдельные аспекты мира, что эти аспекты имеют некого рода смысл, количественный смысл, качественный смысл, да, смысл субстанции, да, то есть на самом деле все понятия, и у Канта это именно так, да, что все понятия, они имеют смысл только в отношении к опыту, то есть сами по себе понятия, мы можем им оперировать, но их содержательность на самом деле, она всегда, как бы, отсылает нам к опыту, то есть когда мы говорим, что, допустим, понятие качества, что такое понятие качества, когда мы хотим это прояснить, мы все, мы должны, тем не менее, чтобы это прояснить, обратиться к опыту, там мы должны указать нечто в опыте, и вообще существует даже проблема такая, да, когда, если пытаться давать определение, то каждый раз, ну, на этом основаны любые словари, да, все словари, они замкнуты по кругу, потому что там все определяется через одно и то же, да, если берутся какие-то начальные понятия, которые уже никак не определяются, да, и через них определяется все остальное, а то и вообще просто замкнуты по кругу, одно через другое определяется, и кажется, и получается, чтобы этот круг разорвать, нам надо выйти, как бы, вот самому опыту, и уже в опыте можно только указать, что означает это понятие, и мы только по аналогии, да, вот, как бы, каждый, один человек может другого понять, исходя из некой аналогии, как бы, у нас тут есть понятие обозначения, да, и мы понимаем, что значит обозначить, и вот исходя из этого понимания обозначения, когда я говорю красное, да, и указываю на нечто красное, человек понимает, что такое красное. Иначе говоря, все понятия, получается, опрокинуты в опыте, да, возможность того, что мы рассматриваем понятие, как что-то чистое, оно связано только с возможностью самой рефлективной позиции. То есть у нас вот есть просто рефлективная позиция, когда нам понятия даны без опыта, да, и нам кажется, что содержание этих понятий, оно, как бы, является, не зависящей, как бы, от опыта, да, вот, ведь проблема того, почему у Канта разум не может порождать новое знание, да, в своей вот чистоте, ну, то есть, собственно, проблема невозможности метафизики у Канта, она как раз связана с тем, что вот понятие, все свое содержание имеют только в опыте, и если они берутся вне опыта, то они вот ничего не могут, кроме химер каких-то породить, да, кроме какого-то рода ревьюзи, трансалентария. И когда Канн говорит, когда не Канн, когда Гегель говорит о том, что понятия имеют некое внутреннее содержание, и можно опираться на это внутреннее содержание, как бы, и что-то там выстраивать, какие-то системы, да, то это на самом деле, и тут Гегель может был бы с какой стороны возразить, а понятия имеют это внутреннее содержание сами по себе, и они вносят новое содержание в опыт, или понятия имеют только то содержание, которое им придает опыт. То есть, как у Канта. У Канта любое понятие само по себе содержание на все содержание из опыта. А у Гегеля понятие имеют сами по себе какое-то содержание, когда-то и задается вопрос, это содержание взятое из опыта, или это содержание они имеют сами по себе независимо от опыта, и в опыт это новое содержание вносят. То есть получается, что понятие порождает в самом опыте новое содержание. Но мы же не будем так говорить, что понятия могут породить в опыте новое содержание. Это же немного странный подход. Получалось бы так, что наша познавательная способность в буквальном смысле порождает реальность. Поэтому и у Гегеля, если мы будем все-таки, а Гегель был последовательным философом, все понятия все равно опираются на опыт. Но он, чтобы оправдать содержательность своих понятий, он вводит этот абсолютный дух, который сам растворен в мире. То есть получается, что он оправдывает содержательность понятий тем способом, что понятия изначально были в мире. И мы просто своей познавательной способностью видим эти понятия, которые изначально в мире растворены. Так вот теперь, если полностью всю эту теологию отбросить, представление об абсолюте, о том, что есть какой-то дух, который развивается в истории и прочее, прочее, и не рассуждать в этих терминах, то тогда нам остается только представление о некой возможности интеллектуальной интуиции. Когда человек усматривает в этом открытом переднем опыте некие смыслы, и эти смыслы фиксируют в виде понятий. А в рефлективной позиции вот просто эти понятия уже в своей свободе может, ну, ими может как-то апеллировать, как-то моделировать саму уже реальность. Но тем не менее все понятия получаются таким способом. У понятий нет как бы никакого своего смысла. Да, весь смысл, который у понятий есть, он взят из опыта. И получается, что все понятия империчны. Просто их империчность, она имеет раздушение. Да, вот, есть в силу, как бы, вот, родовидовой генеалогии. Допустим, есть видовые понятия, да, есть родовые понятия и прочее, прочее. Проблема состоит в том, что невозможно, как мне кажется, в виде какой-то процедуры указать, каким образом наша познавательная активность работает в познавании. Все попытки, например, рассуждать тем способом, что мы, например, с помощью ума, как бы, усматриваем некого рода смыслы, которые, на самом деле, есть в самом мире. А потом, эти смыслы в мире самом организованы, мы просто вот смотрим, просто как, то, что называется, отражаем то, как устроено саму. Это один подход. Или другой подход, что у нас, как бы, вот, есть некоторого рода различий, язык, допустим, есть, да, который уже изначально имеет некую онтологию, и мы просто этот язык, этот номер, допустим, проектируем. И в силу того, что язык онтологичен, да, как бы, вот, выстраивается онтологичностью самого мира. То есть мы смотрим, как бы, на мир сквозь призму некого языка. Так вот, мне кажется, невозможно придумать никакой простой схемы, каким образом происходит познавание. На самом деле, возможно, познавание происходит не алгоритмическим способом, да, вот, нет такого прямого алгоритма, как это происходит. И здесь можно, я, как бы, здесь апеллирую к Константину Лисицыну, да, вот, у него есть такое представление. На самом деле, что мы соотношимся с миром не тем способом, что вот есть какая-то простая схема, каким образом, вот, как, например, субъект объектная схема, да, какая-нибудь, да. Простая схема, каким образом можно представить, каким образом мы познаем, каким образом мы соотношимся с миром. На самом деле, вот, здесь такая же сложная процедура, какая возникает, например, когда человек учится кататься на велосипеде. Можно сколько угодно ему объяснять, в чем состоит процедура, да, что надо, там, педали крутить, там, допустим, одно действие, другое, третье, десятое, но если он не сядет, как бы, и сам не попробует, то никогда не научится. То есть, здесь есть некая процедура научения. Причем она процедура, она вот, как бы, как метод проб и ошибок. Эта процедура обучения, она работает странным образом. Вот, допустим, есть эксперименты, где человеку предлагалось надеть очки, которые переворачивают мир. Через некоторое время он привыкал к этому перевернутому миру и видел мир уже нормальный. Потом очки снимали, и у него опять мир переворачивался. И потом он опять становился, опять видел мир нормальный. Иначе говоря, как бы, вот, от представлений алгоритмического, где мы, на самом деле, пытаемся, исходя из простых неких положений, да, исходя из деления чего-то целого на какие-то, допустим, сегменты, на какие-то части, добиться переходом от этих частей к целому, вот, такое представление, возможно, в отношении познавания, оно, оно, его, в таком виде, в простом представлении его представить невозможно. Возможно, что познавание, оно, в принципе, не поддается такой алгоритмизации, да, вот, простой. Что, возможно, оно, на самом деле, работает, вот, как вот это вот научение. Тут можно, вот, предложить еще такую аналогию. Вот есть определенного рода соотношение между, вот, между hardware компьютерами и software компьютерами, да. И это вот взаимоотношение software и hardware, оно похоже на то, как взаимоотносятся, допустим, нашего душа, да, и мир материальный. То есть материальное и духовное. То есть, казалось бы, если брать край из них концы, software и hardware, они как они соотносятся, непонятно, да. И ты считаешь, как душа соотносится с материальным, это вот этот вот психофизиологический дуализм, как эта проблема разрешается. Так, возможно, вопрос такой, не надо просто ставить, разрешается все способом, что согласование каким-то образом достигается. Мы каким-то образом познавание достигаем, согласование своих знаний с реальностью. Мы в этой реальности просто как-то себя ведем, да, мы как-то привыкаем как-то себя вести, да, кто, допустим, даже и познавает нас в жизни. И вот это вот научение тому, как надо вести себя, оно имеет вот этот постоянный, не алгоритмический какой-то способ научения. Он не алгоритмичен сам, изначально. И невозможно написать алгоритм, каким образом это происходит. То есть, считаешь, как невозможно, это, хотя мы можем описать, каким образом программа связана с hardware, но просто потому, что мы это создали. Может быть, на самом деле, в философии надо просто отказаться от способа понимания вопроса соотношения субъекта-объекта, вообще познавательного вопроса, от такой простой формулы. От попытки вывести какую-то простую формулу, каким соотносятся понятия и несозерцания, да, там, объекты несозерцания. Возможно, надо просто взять вот этот опыт, да, вот как вот он федерологически перед нами выстроен, да, просто в своей полноте и исходить из того, что вот он такой, какой он есть, потому что ничего другого у нас нет. И то, что в этом опыте наши возможности согласованы с возможностями, как бы, мира, это просто факт, как бы, практики, а не факт какой-то, а не факт метафизический. Мы практически, как бы, на самом деле, постоянно согласовываем свои знания с тем, как устроим мир. И вот это согласование происходит постоянно, и поэтому сама постановка трансцендентальная, она не нужна. Не важно, как, на самом деле, что, с кем соотносится, предметы или соотносятся с нашими познавательными способностями, или познавательными способностями, это вообще бессмысленный вопрос. Если самосолосование как-то совершилось, если кроме опыта ничего нет, сама постановка трансцендентальная, вопрос трансцендентальный, она бессмысленная. Она просто не нужна, она ничего нам не дает, ничего не умеет. Она только вводит нас в некоторого рода ложные проблемы. И поэтому изначально, возможно, надо исходить из того, что вот есть опыт. Вот он как-то перед нами раскрыт, и в самом этом опыте надо попытаться увидеть, как он организован. Безотносительно всякого рода различий, субъект объектов и прочего. Это, опять же, другая попытка перехода в бессубъектной онтологии. Изначально здесь позиция состоит в том, что поставить во главу угла опыт, а все остальные представления, это теоретические представления, выстроить, соответственно, как это нечто вторичное, которое на этот опыт опирается. То есть выстроить правильно приоритет. Изначально получается, что приоритетом является опыт. И все исходит из опыта. Вот такого рода новый эмпиризм. И все остальные теоретические представления, нельзя их ставить в основание, нельзя их ставить как бы по ту сторону. Нельзя предполагать какого-то наличия до нашего опыта какого-то другого мира, который как бы сам по себе существовал и прочее. Если отбросить все вот эти уроды выдумки, все вот эти предпосылки, то тогда изначально у нас всегда будет только опыт. И это последнее, что нам дано, и с чем мы ничего сделать не можем. Вот он так, как он есть. Безполезно, неважно там, что с чем согласуется, это вообще все вопросы, они просто пустые. Они бессмысленны в силу самой невозможности на них ответить. Потому что они поставлены из некой предпосылки, которая сама требует обоснований. А эта предпосылка, которая требует обоснований, она необоснованная. То есть тут и возникает некий бесконечный ряд обоснований. Поэтому мы отбрасываем само основание, и тогда единственное, во что мы упираемся, это в опыт. Но это получается такая ситуация. На самом деле в этой ситуации живет наук. То есть философия просто в такой формулировке, она просто вообще не нужна. Просто нужно заниматься наукой. Вот он открыт перед нами опыт, и с этим опытом работает.